Министр транспорта о связи высоких технологий Рамен Гулзаде проинформировала президента Ильха Малиева о характеристиках новых такси. В них созданы полностью безопасные и комфортные условия как для водителей, так и для пассажиров. Но в автомобиле такси модели TX имеет ряд преимуществ. Так, эти модели работают не на топливе, а на электричестве. Автомобили можно заряжать как в домашних условиях, так и на специально сооруженных пунктах. Такси со смарт-конфигурацией преодолевают до 130 км на электричестве, затем, возможно, смена режима. А это значит снижение до нуля ущерба окружающей среде и экологии. Пассажирская кабина в новых лондонских такси, в отличие от предыдущих, более широкой и имеет 6 сидячих мест. В автомобилях установлены порты USB, Wi-Fi и GPS. Для минимизации контакта между водителем и пассажиром здесь имеется стеклянная перегородка. Это очень удобно также во время пандемии с точки зрения изоляции и соблюдения социальной дистанции. Для связи с водителем в кабине имеется специальный микрофон. Для пассажиров с нарушениями зрения есть панель управления с алфавитом Брайлем. А для пассажиров с нарушениями свока – табличка с инструкциями. Для лица с ограниченными физическими возможностями автомобиль оснащен пандусом. Оплату в этих такси можно производить и посредством посттерминала. Президент Ихамалиев был проинформирован о том, что в настоящее время в столице задействовано 1200 автомобилей такси открытого акционерного общества «Пакетская служба такси». Модель London TX-4 имеет пять пассажирских мест. Необходимо отметить, что вновь прибывшие такси оснащены системой Android. Это предоставляет большие возможности водителям. Они могут контролировать все процессы с помощью монитора. Доставка в Баку новых автомобилей такси объединяет в себе несколько факторов. В первую очередь они отличаются современностью, комфортом и безопасностью. Доставка такси в столицу позволит повысить услуги в этой сфере пассажироперевозок на более высокий уровень.